Всем привет, друзья! В этом ролике покажу вам от а до я, как мы сделали теплый водяной пол в своем доме. Поехали! Закрыв теплый контур в доме и включив пару обогревателей, температура в доме стала стабильна. 15 градусов тепла, хотя за бортом минус 18. И сейчас можно спокойно ковыряться внутри дома. В первую очередь надо навести марафет, подмести и пропылесосить, собрать весь мусор, опилки и щепки. Черновой пол у меня из плит ЦСП в два слоя по 10 мм. Половина стыков я уже загерметил, а половина нет. Поэтому тщательно пылесосим швы и убираем весь лишний шлак. Чтобы снова не засорялись швы, мы их заполним полиуретановым герметиком Саудал. У него хорошая адгезия и он очень эластичен, так как плиты ЦСП могут играть на линейное расширение. Такой герметик справляется на ура и не рвет швы. А вот вам фишечка. Чтобы легче наносить такой герметик, колбасу лучше держать в тепле. Таким образом он легко выдавливается и заполняет швы. Кстати, на весь пол в 70 квадратов ушло 4 колбасы. Когда все швы были заполнены, поставил лазерный уровень в центр дома и проверил, есть ли перепады. И вообще, насколько в высоту можно делать стяжку. По итогу мы получили 13 сантиметров с чистовым покрытием. То есть, 2 сантима идет на запас, на зазор, 2 сантима на плитку и 9 сантиметров стяжка. Но, понимая, что и в 7 сантиметров в моем доме это за глаза, я решил еще дополнительно утеплить. Утеплял полы пеноплексом Comfort. Толщина листа 2 сантиметра и он не имеет паза. Так как я домашний мастер, то сделал приспособу, которая позволяла делать пазы в пеноплексе за считанные секунды. И приступил к укладке. Полы у меня утеплены в 300 миллиметров минеральной ватой. И добавляя 2 сантима пеноплекса, можно смело считать, что пол утеплен практически в 400. У пеноплекса низкий коэффициент теплопроводности. И это влагостойкий материал, который не впитывает влагу. Поэтому он еще работает как дополнительная пара и гидроизоляция пола. Ну и также экологичен. Грибок и плесень ему не страшны. Забегая наперед, хочу дать совета. Если вы будете заливать бетонную стяжку или делать шведскую плиту, ну, фундамент для дома, то лучше использовать пеноплекс фундамент. Он более прочнее. Но у нас полусухая стяжка и всего лишь в 7 сантиметров. Тут и серия Comfort справится за глаза. Также были мысли по крепежу. Изначально хотел крепить пеноплекс на клей-пену. Прямо к плитам ЦСП. Но потом пришли другие мысли, о которых расскажу далее. Уложив все плиты по всему первому этажу, приступаем к следующему этапу. Это раскатка вдоль стен демпферной ленты. Она предназначена для создания разделительного слоя между полом и стеной. И служит для исключения давления стяжки на стены. Толщина ленты 10 миллиметров. Для удобства я сразу купил готовую ленту в улитке. Хотя можно было и сэкономить. И купить рулон метровой ширины. И уже там самому нарезать на лоскуты. Но я прикидывал, разница по деньгам небольшая. Поэтому тут экономим чисто время. Ленту крепил обычным степлером на скобы прям к стойкам каркаса. В моем случае данную ленту можно крепить любой стороной. Так как стяжка у меня полусухая. Если бы заливали обычную стяжку пола. То тогда крепится эта лента пленкой к полу. А затем проклеивается стык. Чтобы жидкий бетон не заливался в щели. Когда закрепили демпферную ленту. Я еще раз обошел все стены и углы. И где был какой-то зазор. Около труб например. Или щели больше чем надо. Я также все тщательно пропенил. С пистолета монтажной пеной. Использовал также соудал. У меня она летняя. И она хорошо расширяет. Поэтому все щели тщательно задул. И следующим этапом решил готовить поле для труб. Для удобной разметки я выбрал сетку. Толщиной в 2 миллиметра. С ячейкой в 7 миллиметров. Также для армирования стяжки. Я купил сетку с такой же ячейкой. Только толщина прутка уже 4 миллиметра. Сейчас все поясню почему так. Сначала начал раскладывать первый слой. Толщиной в 2 миллиметра. И вот почему. Я вечерком посидел и посчитал. Если делать красиво и супер удобно. То нужно покупать специальные ковры с бабышками. Для удобства укладки труб. Самый дешевый, который мне удалось найти. На мои 70 квадратных метров. Выходило по деньгам за весь объем. Больше 20 тысяч рублей. Офигеть. Второй вариант был самый простой. Это тупо маркером разрисовать пеноплекс. И начертить ячеистое поле. А водяную трубу крепить на специальные гурпуны. Но рисовать не хотелось. И гурпуны в нашем городе вообще не найти. Поэтому пошли методом с сеткой. Кстати, сетка мне встала на мои 70 квадратных метров в 3000 рублей. Зная, что при раскатке трубы сама труба будет выгибаться. Сетку надо закрепить к полу. И тут мы сразу стреляем двух зайцев. Сетку я закреплял на рандоле и саморезом 40 миллиметров. Таким образом я сразу крепил к полу и сетку. И сам пеноплекс. То есть пеноплекс двоечка, ЦСП двоечка и 5 миллиметров съедала сетка и рендоль. Так что вот такая у меня интересная стратегия. Ячейки сетки укладывал максимально ровно друг к другу. Именно по ним и будем раскатывать водяной пол. И после укладки сетки подъехал в водяной теплый пол. Работали мы втроем. Один из нас, ну точно не я, как вы понимаете, умел собирать коллекторный шкаф. Он им в основном и занимался. Ну а мы вдвоем раскатывали трубу по всему дому. Вот вам, кстати, полезные советы. Запоминайте, если будете, как и мы, трубу прижимать стяжками, то, чтобы потом хвосты стяжек не подрезать, сразу стягиваем так, чтобы язычок смотрел и был направлен вниз к полу. Таким образом он не будет торчать вверх и мешать при заливке пола. Ну или если не хотите так заморачиваться, то будьте готовы потом с кусачками хвостов 500-600 подрезать своими руками. Трубу раскатали за полдня. Каждое маленькое помещение – это отдельный контур. Также совет, друзья, где будет стоять холодильник, мы утеплили трубу, чтобы не было сильного нагрева. Также, где будет начинаться лестница, мы вообще не клали трубы, так как лестницу надо будет закреплять к полу. Также, касается столбов от площадки лестницы, тоже оставили место. Ну и, конечно, это расположение унитаза. Тоже обошли трубами. Это все делается для того, чтобы при отделке вы, закручивая крепеж в пол, не порвали трубу. Трубу укладывали шагом 13-14 сантиметров. В большой комнате у нас получилось аж 4 контура. Старались делать их одинаковыми. Трубы уходило на каждый контур не более 70 метров. А всего трубы ушло на мой пол 400 метров. Когда вся труба была уложена, я за кадром еще накидал сетку сверху толщиной 4 для армирования стяжки и пошел день заливки. Уж извините, сам бетон я не месил. Стараюсь беречь спину, так как здоровье потом не купишь. А бетон месила специальная машина. И через длинную змею полусухая смесь подавалась в дом. Цемент М500. Тут мы не экономим. С такой машиной стяжку засыпали буквально за 3 часа. Я показывал, кстати, специально гладилку. И ребята укатывали интересной гладилкой, вентилятором. Не знаю, как она правильно называется. И пол становился просто зеркально ровным. Я еще закидывал в инстаграм, показывал, как это делается. Поэтому, кто не подписан на меня в инсте, друзья, обязательно подпишитесь. Я туда выкладываю прям самый свежак, самый сок. Короче, публикую прям весть из полей. Ну и теперь ждем, когда пол наберет силу. Через 3 дня я уже буду ходить поливать водичкой садового распылителя. Ну, чтобы бетон схватился получше. А через 2 недели можно уже класть плитку. Либо заниматься стенами. Пока еще не решил. Но это уже другая история. Поэтому спасибо за просмотр, друзья. Пишите вопросы в комментах. Я постараюсь ответить. Ну и поставьте лайк. Вам не сложно, а мне приятно. И, кстати, если вы хотите больше подробностей о строительстве дома, то я оставлю ссылку под видео на мой канал «Сделай сам». Там я занимаюсь стройкой и интересными делишками. Всем спасибо. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok